Всем привет! Вы смотрите канал Finti Wordpress, и это у нас второй сезон сериала HTML WooCommerce. Прошло полгода, и я решил все-таки закончить данную тему, потому что на таком подвисшем состоянии. И у нас остались страницы, которые необходимо сделать с точки зрения WooCommerce. То есть это такие, скажем так, системные страницы типа корзины, оформление заказа, мой аккаунт. То есть вот такие вот системные страницы. Вообще, конечно, в данной теме, ну вот в том, что мы делаем, в рамках данного сериала довольно много еще чего делать. Там и главную страницу надо делать, и блог надо доделывать. То есть много, много всего необходимо сделать. Но задача курса состоит не в том, чтобы сделать готовую тему, а в том, чтобы вы смогли разобраться, как правильно производить натяжку готовых HTML-верстки на уже WooCommerce, чтобы у вас получился готовый проект. То есть у нас есть какой-то проект, у нас есть готовая верстка, и наша задача развернуть на этой верстке уже готовый магазин. То есть, собственно, вот в этом вся задача и состоит. И как задача данной темы, так и задача всего этого курса. Прошло полгода, многое изменилось. У меня сейчас здесь стоит уже WooCommerce новый, свежий, стоит WordPress свежий. То есть все новенькое, все такое чистенькое, свеженькое. Все обновил я. Что еще я сделал для подготовки к данному видео? Во-первых, я перезалил товары, теперь они немного другие, так более наглядно, на мой взгляд. Теперь рубрики видны, тоже они немножко другие. Почистил немножко код всей темы, я удалил лишние файлы WooCommerce, чтобы они не мешали. Ну, те, которые мы не изменяем, то есть они здесь быть и не должны. То есть в данной теме должны быть файлы WooCommerce, только те, в которые действительно вносятся изменения. Лишних файлов плодить не надо. Вот это я все почистил, лишнее убрал, нужное добавил, немножко подправил стиль, прям чуть-чуть. В принципе, все это находится, естественно, на GitHub. Есть отдельный репозиторий, ссылку вы, естественно, найдете под видео. А в ближайших видео мы будем настраивать страницы корзины и страницы чекаута, ну или страницы оформления заказа. Потому что, ну вот, в данном случае у нас все здесь довольно плохо, скучно и некрасиво. Поэтому мы все это будем настраивать. Но прежде всего мы начнем с того, что нам необходимо сделать шаблон страницы без сайтбара. Ну, потому что, во-первых, что на корзине, что на чекауте не должно быть никаких отвлекающих факторов, чтобы пользователь не убежал раньше времени. Поэтому вот с этого мы и начнем. Что нам нужно сделать, чтобы у нас не было лишнего сайтбара на этих корзинах? Так как у нас, что корзина со чекаут выводится простым шортходом, поэтому нам достаточно просто создать шаблон. Давайте мы создадим файл. Назовем его FullWitch, например. Называть можете как угодно, но давайте я назову все-таки NoSidebar. То есть так оно, наверное, будет понятнее. Отлично. Вот теперь в данном сайтбаре нам необходимо прописать темплейты. Вот я написал. В принципе, если мы даже сейчас уже сохраним, у нас, в принципе, должен появиться уже данный темплейт. Открываем наши странички. Открываем страничку корзины. Да, и вот у нас появился в атрибутах страниц, у нас появился базовый шаблон. Полная ширина. Но нам пока его сейчас делать бесполезно, но я его поставлю, пусть будет. Потому что у нас еще вывода никакого нет. Для вывода нам, в принципе, для вывода, вот именно чтобы у нас темплейт срабатывал, нам достаточно вот это вот взять все и скопировать из файла Page. Но это уже такая стандартная вещь, которая очень часто где происходила. Десный момент, что нам здесь нужно убрать. Ну, во-первых, у нас здесь подключается Content Page, то есть отдельный файл. Ну, я не вижу пока смысла все это выводить в отдельный файл. Давайте мы лучше из Content Page просто скопируем то, что нам требуется. Потому что нам требуется совсем чуть-чуть кода, и городить лишнее я пока не вижу смысла. Так, вот так. Теперь давайте все это дело почистим. Итак, нам заголовок нужен. Линки нам эти не нужны. То есть мы оставляем контент. И вот эта часть, которая выводит ссылку на редактирование, нам тоже не нужна. Все. Так, ну и, естественно, сайт бар нам тоже не нужен. И здесь у нас, так как у нас такой тут своеобразный бутстрап, допиленный-перепиленный, поэтому здесь я поставлю MD12, то есть чтобы на всю ширину было. Чтобы вся колонка была на всю ширину. А вот что вот это вот, я уже не помню, что означает этот класс. Ну, давайте мы сохраним, посмотрим, и будем уже по ходу определяться. Ну что ж, вот у нас корзина на всю ширину. В принципе, получили то, что хотели. Теперь нам требуется настроить страницу корзины. Если вы смотрели сериал «Как изменять файлы в e-commerce», то вы помните, что у нас за страницу корзины отвечает файл карт PHP в темплейтах. В чем здесь проблема? Проблема в том, что никаких ни фильтров, ни хуков, толком здесь ничего нет. Мы можем добавить что-то внутри формы этой корзины. Да, здесь есть экшен перед таблицей. Но для изменения самой таблицы ничего у нас здесь нет. Поэтому нам придется скопировать файл корзины. Так, сразу лишнее убираем. Потом при необходимости будем все это дело добавлять. Итак, вот наш файл корзины. Так как у нас все-таки бутстрап, ну какой-никакой, но это бутстрап, соответственно, у него есть стили для таблицы. Давайте мы вот этот стиль... То есть наша задача, в принципе, сейчас расставить просто теги. Больше нам ничего не требуется. Вот у нас наша таблица начинается. Давайте мы вот здесь теги добавим и посмотрим, что получится. Ну вот у нас уже приличная таблица. Выглядит вроде неплохо. Чередуются строки. Все нормально. Единственный момент. У нас здесь слишком большие картинки. Но у нас здесь таблица. В e-commerce все здесь делается таблицей. Поэтому давайте мы будем использовать вот продукт имбнейл класс. Открываем наш стайл. Ну да, конечно, как-то через SAS это все было бы удобнее. Но в поле у нас здесь пока нету. SAS будем писать на простой за неимением гербовый. Итак, нам нужна ширина вот этой колонки. Ну пусть будет 50 пикселей. Так как там присутствуют паддинги, нам их надо обнулить. Причем там через импортант все это дело. Ну давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, более-менее красиво стало. Теперь нам нужно сделать поменьше вот эту колонку. И во всех колонках, ну я думаю, посередине все это дело выставить. Итак, берем продукт remove колонка. Обратите внимание, да, что у всех колонок как на странице корзины, так и на странице оформления заказа у них у всех есть собственные классы. Чтобы нам перебить все стили, мы через shop product. Итак, и теперь дальше мы сделаем, скопируем. Вот, я взял все классы нашей таблицы и просто-напросто их в кучу собрал и придал им вертикальное выравнивание. Ну вот у нас уже приличная табличка корзины. Но единственный момент, что у нас как обычно для всех таблиц у нас здесь проблема с респонсивом, ну то есть с адаптивностью. Можно, конечно, ну вот Bootstrap утверждает, что если обернуть нашу таблицу в div stable responsive, то она будет вроде как респонсивная. Ну давайте попробуем, хуже-то не будет. Так, где у нас файл карт? Ну здесь надо оборачивать саму таблицу в общий div, но у нас форма есть. Давайте мы просто сюда добавим и посмотрим, что получилось. Ну вроде как да. Ну вроде как какой-то респонсив появляется. Какой-никакой, но вроде хоть прилично выглядит, уже хорошо. Так, что у нас еще? У нас здесь теперь остались вот эти вот штуки, то есть купон, обновить корзину, кнопочка. Нам их надо разнести по сторонам, чтобы все это было красиво, ну и какие-то отступы, наверное, добавить. Опять же открываем Bootstrap и смотрим, как здесь выносятся группы форм. Вот у нас форм онлайн, то есть вот у нас форма сама, вот так вот они все разносятся. Форм групп, форм контрол, вот эти два класса нам надо добавить в нашу форму. Итак, ищем здесь купон. Вот наша сторона с купоном, теперь давайте расставим нужные классы. Субтитры подогнал «Симон»! Вот такая вот красота у нас получилась. То есть все работает, теперь нам требуется вот эту табличку настроить. Так, что называется «Card Totals». Обычно данная вот табличка выводится вот здесь, вот в этом месте, но это связано с тем, что могут быть работать апселлы. Апселлы, красселлы, которые выводятся вот как раз вот в этом месте, согласно самого WooCommerce. Как это работает? Вот, смотрите, вот наш этот класс. Здесь есть хук, на котором, собственно, и выводятся и красселлы, и Card Totals. То есть, и причем, красселлы выводятся раньше, а Card Totals выводятся позже. Поэтому нам надо вынести вот именно сам Card Totals. Нам требуется вывести где-то во второй, третий, с правой стороны. А сама табличка вот этого вот общего, Card Totals, она у нас выводится в отдельном файле, который так и называется, Card Totals. Здесь вон много-много всего. Но, опять же, никаких хуков, ни фильтров, ничего нет. То есть, нам, опять же, придется править сам файл. От этого уже никуда не деться. Итак, где у нас этот файл? Ну, я сразу в таблицу добавлю то же самое, что у нас уже было. Table Responsive. И давайте посмотрим, что у нас получается. Ошибся я. Не Table Responsive. Не то скопил, а Table, Table Stripped. Вот это вот надо делать. Так, отличненько. Кнопка оформить заказ. Нам бы еще и кнопку, то есть кнопкой сделать нормально. Так, Shipping, Free. Так, ну все, у нас сама табличка эта работает. Давайте поищем, как нам добавить вот в эту кнопку нужный нам класс. Здесь класс-то, конечно, есть. Но наша задача, что тут или надо, придется или добавлять класс, или просто оформить то, что есть. Ну, давайте поищем, может, нам что-нибудь найдет. Вот он. Вот у нас наша функция. Открываем, смотрим, что она у нас из себя представляет. Ага, она представляет файл процесса Checkout Button. Открываем файл. Так, карт. Процесс-то Checkout Button. Ну, здесь, как обычно, ни классов, ни фильтров, ничего нет. Ну, соответственно, остается править файл. Нам ничего другого не остается. Так, я беру просто классы кнопок. И вот здесь добавляю. Так, давайте посмотрим. О, кнопочка появилась. Это все появилось. И теперь нам нужно все это дело сдвинуть. Чтобы у нас это было вот здесь, вот во второй, третье. Так, для большей наглядности, я вот к нашим этим двум товарам, которые лежат в корзине, я добавил кросселлы. И что мы видим? Что у нас здесь получается? Что у нас здесь два блока, которые надо разбить по колонкам. Причем, за вывод файлов кросселла отвечает файл кросселлс. И, соответственно, что нам остается сделать? Нам остается, ну, поправить файлы. Я тут не вижу никаких вариантов пока мест. Итак, здесь мы ставим row. В cart totals, вот здесь вот мы ставим, так, call md, ну, что там, 4, наверное. А в кросселлах мы ставим call md8. Ну, и давайте посмотрим, что у нас получилось. Причем, я пока ничего не делаю именно со всеми, с самими товарами, потому что у нас здесь сетки нет, просто они списком выводятся. Но это пока ладно. Сработала, вот наша сумма заказов, оформить заказ, вот наши кросселлы идут. Причем кросселлы выводятся все, да, сколько добавили в товар, столько и будет. Я добавил по три в каждом товаре, то есть у нас здесь их шесть штук. Ну, все-таки бардак, вот с таким выводом кросселлов это не очень правильно. Давайте добавим нужные классы. Нам, в принципе, здесь класс-то нужен добавить, тот, с помощью которого мы выводили на архивах, выравнивали все это дело. Поэтому открываем наш папка include, файл, wc functions.archive. И здесь, я помню, у нас был фильтр postclass. Мы с помощью него как раз добавляли нужные нам классы. Причем на страницах только магазина и только таксономий. Недавно меня спрашивали, если мы откроем файл content product, который отвечает, то здесь у нас функция product class сидит. Но дело в том, что это, по сути, просто обертка, в которую передаются нужные классы и нужные ID. Это обертка для внутренней функции самого WooCommerce. И если мы саму функцию посмотрим, то вот здесь мы увидим, что она вешается на сам этот фильтр postclass. Поэтому нам, чтобы добавить, ну можно, конечно, в эту функцию передать. Но в данном случае, да я боюсь, это не сработает. Поэтому будем использовать функцию ту же самую postclass. Сейчас вот прям скопируем. Так, обзовем item cross пусть будет. Итак, у нас приходят классы. Нам, во-первых, нужно ограничить, на какой странице это все должно работать. Страница у нас корзины. It's card. Далее. Там проблема в том, что наш фильтр postclass, он сидит не только вот именно в кросселлах. Но он же у нас сидит еще и в заголовках страницы, и в body сидит. Ну, не в body, а в артикле. Если мы посмотрим сейчас нашу, наш темплейт, no sidebar, то мы увидим, что вот у нас сидит postclass. Вот у нас артикль. Можно, конечно, его удалить. Но мы сделаем более изящным способом. Мы просто сделаем проверку. Так как у нас здесь классы-то разные сидят. Например, здесь вот в начале страницы у нас сидят post, patch, type, post. Ну, то есть стандартные классы самого WordPress. То есть здесь у нас уже сидят, ну, в одном элементе, в карточке товара, уже сидят разные классы. Поэтому мы можем проверить просто по наличию вот этого класса продукт или type продукт. Лучший продукт. То есть если у нас, так как у нас приходит массив, мы проверяем. Если у нас в массиве есть продукт, строка, а массив у нас классы, тогда мы присваиваем. Если нету, тогда ничего не делаем. Вот такая вот, в принципе, незамысловатая функция. Давайте проверим, что получилось. Все красиво. Вот таким образом мы с вами настроили страницу корзину. Ну, понятное дело, что здесь много еще всяких мелочей. Но, по крайней мере, с тем, что было, это гораздо круче стало. На этом сегодня все. В следующем видосе будем настраивать страницу чекаута или страницу оформления корзины. А вы напишите в комментариях, вам вообще помогают такие видосы или нет. Может, про что-то другое надо видео записать. А на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.